Так, кустарник, лещина, это его естественное, облегятное, природное состояние. Ну, в промышленных садах по условиям уборки, конечно, предпочтительно одноштамбовая формировка. С тем, чтобы многогектарные посадки можно было убирать. В смысле, собирать урожай. Понятно, что никакие шкодливые ручонки, вот сейчас мы спускаемся, я спускаюсь, опираясь на льпиджток, чтобы не заглудеть. Травянистый, мокрый склон. Никакие шкодливые ручонки маэстров, так сказать, учителей, ютуба. Ям огромных, глубиной мерыли. Никакого здесь навоза, ясное дело, ну дебри. Джунли, никакого навоза, никаких удобрений, ничего этого здесь нет. Вот, естественно, состояние. Вот следы человека тут, как всегда. Какие б дебри не были, я хочу сказать о том, что вот нет этих химпрепаратов, навозов всяких разных. Потому и хорошо растет лещина. В отличие от фундука на многогектарных посадках. Абсолютно иные подходы нужны и в промышленном, и в приусадебном садоводстве, при выращивании хоть фундука, хоть сортовой лещины. Потому и не растет, а там его и корчуют фундук. Уже не говорю, что в большинстве случаев многогектарные посадки, а их, наверное, одна десятая от общих посадок, служат иным целям. А именно, не более это способ, не более, чем способ отмыть деньги. Ясное дело, кому дают кредиты? Не людям с улицы. И ждать десяток лет, чтобы прибыль получить? Уж извините. Побольше удобрений, чтобы сгорела корневая и пропали посадки. А там и взятки гладкие, откаты полученные. Природа виновата. Засуха, фосморжок. Будут опять кредиты где-нибудь в Италии или хрянцы, чтобы купить. Кредиты будут браться за дорого. Саженцы разных пород. А я вам, други, говорю. Ведро, а лучше два камней в посадочную яму и будь де все гораст. Смотрите, на камнях растет. Кусты, вот, лещинник. Ясное дело, что это все самосев. Посмотрите. Сплошные каменьцы. Чуть сюда руки человека и все будет хорошо. Все станет на свои места. Вот глина, песок и камни стихия лещины и фундука. Чем хуже почва, тем лучше. Влага из камней и воздуха. Есть у меня на эту тему много видео просмотров мизер. Широкий лист, как зонтик, прикроет куст, дерево, никаких обрезок. И мульча, сначала трава, затем лист, который перепревая, становится удобрением. Вот вряд ли кто имеет такой опыт возделывания фундука, как я. И вовсе не бред это. Всю планету накрыть лещиной. не бред. Не бред , а